Всем привет! Вот я что-то писал, писал в ЖЖ, надоело писать. Решил заняться модным каналом на Ютубе. Пока не знаю, получится ли он модным, решать вам. Обсорную бы, наверное, смешно. Кулинарный портанчок у дядюшки похож. Ну, в ЖЖ я похож, в сети я похож. Пускай будет портанчок. По возрасту я уже дядюшка. Протанчок, как вы видите, у меня здесь продуктовый присутствует. Но это будет не простой кулинарный канал, а канал, который, в общем-то, рассказывает о новых технологиях, о новых каких-то гаджетах. Если даже гаджеты какие-то привычные и старые, я буду стараться использовать их по-новому. Ровно точно так же, как и в Журтале, у меня были рецепты. Я старался экономические делать. Что-нибудь там. Там фантазику, там фантазику. Поэтому, ну, с открытием меня и вас, моего кулинарного канала. Барначок, дядюшки Пу. А сегодня я буду рекламировать и тестировать кровицапу. Со смешным таким названием. Зимняя радуга. Вот взялось такое вот. Название очень интересное, запоминающееся. Вы видите здесь стеклянный пол, который греется. Здесь нет ни тенов, ничего. И есть, это опытный образец, сразу скажу, вы видите. У кровицапы должно быть все. Монитор с компьютером. Куча всяких ручек, которые буду двигать не я. Но, тем не менее, вот у меня стеклянный куб, в котором нет ни одного тела. И в котором я сегодня буду тестировать достаточно много продуктов. В том числе мясо, хлеб и все, что у меня получится. Обещаю, что получится далеко не все. Кулинарным творением это назвать нельзя. Потому что на сегодняшний день это изобретение, которого не существует в мире. Но, тем не менее, мне повезло подтестировать. И я сегодня займусь этим. А вы подписывайтесь на канал. И будем смотреть вот такие интересные истории. Как говорится, до восемьдесят. Сегодня шестьдесят. Да, мы прожарим. Вот так. А я продолжаю тестировать гравицапу под названием «Зимняя радуга». И сейчас я попробую оттестировать на ней. Ну, стейк, не стейк. Вот такой вот шмак мяса возьму. Сколько он весит-то? Наверное, грамм 600-800. Я уже в него воткнул термощуп. Температура у меня 17 градусов. Я слегка пройдусь маслом с двух сторон. Чего уж без масла-то? Горянину. Ну, тут жирок. Наверное, этим жирком-то я ставлю сверху. Пусть он все колируется. Вот. Вот такой вот шмоточек. Сейчас я его засуну и посмотрим, сколько потребуется ему времени в этой гравицапе. Открываем. Оп-па. Стоять. Не падай. Выкручиваем. А теплоратура у меня назогрета до 180 градусов. Ух ты! Горяча. Пошел щечек. А протачал дядюшки Пахома продолжает тестировать гравицапу. Что? Смотрим. 20 минут. Шмак стоит. Температура 17 градусов поднялась до 41. Я, наверное, сейчас немножко подниму ее до 220, чтобы пошла быстрее. Реакция моя. И посмотрим, сколько у нас в итоге получится на этот шмак мяса. Но обратите внимание, мясо жарится. Губ вообще без пара. Я такого не видел. Внизу там 2-3 капельки всего. Это же видно. Даже потом вот остальные. Очень странная гравицапа. Ну что, если снимаешься? Да. Да. Пока не стал трансить. До 220. До 220. До 220, да. Снизу, наверное, не надо. Может, сверху только. Давай сделаем. Сверху, может, у нас вниз. Не знаю. Не надо. Пускай стоит. Какой почетный. Что? Не надо. Только с руками. Ну, и мы это будем пить. Ну, и мы это будем пить. Ну, и мы это будем пить. Ну, и мы шагировались. Где? Ага. 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 Вон она жарится, шкварчит. То, что надо. Сейчас запечется корочка. Это у нас есть? Да. У меня лежит 60 градусов. И поехали. Осталось два градуса. Готово. Готово. А сейчас уже пятьдесят девять. Ёлки-палки. Вот он шиваточек. Это подобрешь полюса. Ой, мяско и взрывается. Да не они, ты, господи. Я это все закрою. Это кровица, вы такие неудобные силы. Вы знаете, что я сейчас хочу? Во-первых, посмотрите, там накапало всего, ничего. Так, заткнись ты, ёлки-палки. Молчать. Что я хочу? Я вас обманываю. На самом деле, я вам сказал, шестьсот, семьсот грамм мяса. Пока вас не было, я спустил, посмотрел, девятьсот сорок. Сейчас мне интересно очень, а сколько на самом деле здесь осталось мясо. Сколько ушло влага. Влага. Если вы видели, эта стеклянная духовочка под названием Зимняя радуга, она вот как была чистенькая. Так она осталась, никакого не поры ничего. Сейчас вот у меня тут лисы. И я его немножко проэкспертирую. Сейчас мы его взвесим. Ну что, по итогу у меня такой лончик получился. Да, потерялось 110 граммов от шмарка. Но мясо все равно сочное. И сейчас мы это проверим. Чуть-чуть полежит там пяточек, устакану совсем устаканивши все суки. И он будет жир, сучка. И теперь мы все сядем за стол и сломаем то, что тут на ярмарке. Подписывайтесь на канал и будем смотреть вот такие интересные истории. Субтитры сделал DimaTorzok